Всем привет! В эфире программа Умняшки. Программа для самых маленьких наших телезрителей. Самое полезное и самое интересное – всё в нашей программе. Присоединяйтесь к нашей компании. Сегодня мы говорим о том, как не заблудиться в лесу. Или если заблудились, то как себя вести. Ребят, расскажите, а вы любите лес? Да! А кто из вас ходит часто в лес? Не ходите часто? Ну, а не часто. Кто ходил хотя бы один раз в лес? Я! Я! Расскажите, а с кем вы ходили и что вы там делали? Мой папа ходил. Папа ходил? А что папа делал в лесу? Подожди на реки собирал. Грибы собирал. И много насобирал? Нет. Немножко? Да. Мой папа тоже ходил в лес и насобирал много грибов. Много-много грибов. И на суп? На всю тарелку. На целую тарелку. А мой папа тоже ходил в лес и он много-много грибов насобирал. Ну, а вы сами ходили с родителями в лес? Да. А я со всей семьёй на природу. Да. Так. Просто так? А что ты делала там? На природу. Мы там едем. Мой папа тоже ходили. А, вы ходили отдыхать на пикник, да? Очень хорошо. Когда я ходила на природу, там было, это, котлеты. Что там было? Котлеты. Котлеты? Котлеты. А что это такое? Для чего? Чтобы кататься. А как кататься? Ехать куда-то или оно как качели? Ну, на пикнике было три кареты. Там была одна с лошадью. Карета? Да. Кареты были в лесу. Вот что было в лесу. Понятно. Повезло вам. Хорошо сходили в лес. Ну, а Настя ходила в лес с кем-нибудь? С дедушкой ходила. С дедушкой. Что вы в лесу делали? Искали грибы. Опят мы искали. А ты нашла какие-нибудь грибы? Нет. Нет, не нашла? Ну, ничего, у тебя ещё всё впереди. Кто ещё в лесу был с кем? Расскажите мне. Милана. Мы, папа и мама тоже ходили в лес. Мы собирали много грибов. Когда они вернулись, тогда мы свалили вместе пирог. Ого! А из чего вы пирог делали? Из каких-то вафель и грибов. Ой, какой вкусный, наверное, был пирог у Миланы. А Влад, ходил в лес? Ага. С кем? С папой. Просто мы там ночевали с палатками. Вы ходили в поход. Тебе понравилось? Да. Очень хорошо. Мстиславля, у тебя бабушка живёт. И там ещё было много коров. Очень хорошо. Это надо, чтобы не надо было. Там это жуки могут укусить. Правильно. В лес нужно ходить и одеваться хорошо, чтобы клещи не попали на кожу, да? Потому что клещи – это очень страшное. Да, могут укусить. Кто может укусить? Правильно. Молодцы. Скажите, ну а вы ходили в лес, никто из вас никогда не терялся? Нет. Нет, очень хорошо. Молодцы. Ребята, хорошо, конечно, что вы ходили в лес, и никто из вас не заблудился. Но от несчастного случая никто не застрахован. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как нужно себя вести, чтобы не заблудиться в лесу. Правильно. Скажите, вы знаете, что нужно делать самое главное, чтобы не заблудиться в лесу? Надо быть возле мамы и папы. Правильно. А еще? Не отставать с ней. Не ходить. Не слушать. Правильно. Молодцы. Не ходить далеко. И еще очень важно – никогда одним в лес без родителей не ходить. Молодцы. Вы все хорошо знаете. Но давайте предположим, что вы все же пошли в лес, и вдруг отвлеклись на бабочку, на какие-то цветочки, грибочки, и потерялись. Страшно? Да. Когда вы потерялись, как нужно себя вести? Хорошо. Хорошо. Это как? Вот вы потерялись, вы одни в лесу. Что нужно делать? Страшно. Кругом лес, уже темнеть начинает. Что делать? А если дорогу не знаешь? Надо, если человек какого увидит, надо спросить. Это хорошо, если есть человек. А если нет человека, что нужно делать? Давайте вспомним сказку про Машу и медведей. Когда Машенька потерялась в лесу, что она делала? Знаете такую сказку? Да. Она искала дорогу. Да, Маша шла, шла, шла. И что? А мой папа один из лесу потерялся, но его нашли. Очень хорошо, что его нашли. Так вот, давайте вернемся к Маше и медведей. Машенька шла, шла, шла. И что? Потеряла домик. И увидела домик, в котором жил? Мир. 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 Три медведя. Да, три медведя жили. Вот и вы. Представим, что вы потерялись. Что нужно делать? Самое главное, когда вы потерялись, когда вы остались в лесу одни, самое главное, не поддаваться панике. Не начинать плакать и не бежать во все стороны сразу, потому что можно заблудиться еще больше. Понятно? Да. Да. Если мы потеряемся, можем пойти домой. Но вы знаете, как идти домой. А если вы не знаете, вы потерялись, в лесу стоите, и не знаете, где дорога. Кругом лес, везде деревья, 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 и никакой дороги. В лесу-то дороги. Редко дорога бывает. И вот вы стоите одни в лесу, вам страшно, да, и вы не знаете, куда идти. Значит, запомнили, самое главное, не поддаваться панике. Второе. Вы должны прислушаться голосам. Зачем? Кто знает? Чтобы найти дорогу. Ну, а как ты прислушиваешься, дорогу найдешь? Если ты будешь стоять прислушиваться к звукам, то ты можешь что услышать? Людей. Людей, правильно. Или людей, или машины. И тогда вот можно идти на этот звук. На звук голосов человеческих или... Машин. Или машин. Там будет дорога. Хорошо, молодцы, ребят. Ну, а сейчас, ребят, я предлагаю вам прерваться на одну минуточку и посмотреть рубрику «Дети говорят». Самые маленькие телезрители расскажут, что они знают о правилах, как себя вести в лесу, чтобы не заблудиться. Нужны такие специальные часики, чтобы знать, где юбор, где север, где восток, где запад. И не заблудиться. Ау, помогите, спасите, я заблудилась. Ау, ау. А если у тебя телефон есть, тогда ты можешь позвонить и сказать, я заблудилась, ищите меня. Ходить, ходить. А вообще надо брать карту, чтобы не заблудиться. Если будет ручеёк, шурчать, то я пойду мимо ручейка. Если будет какая-то дорожка проведена, то я по ней пойду. Надо яркую одежду одевать, чтобы не заблудиться. Она тебе подсвечивает, а ты находишь путь. Сегодня время нашей программы, к сожалению, подошло к завершению. Но в следующий раз мы обязательно продолжим говорить о том, как правильно себя вести в лесу, чтобы не заблудиться. Ну а сегодня это была программа «Умняшки». Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!